Администрация Джо Байдена истошно пытается остановить, а точнее вернуть давно ушедшее прекрасное мгновение однополярности мировой политики. На американском поводке далеко не уйдешь, а за каждый выпад в адрес Китая, пусть даже формальный, будет прилетать болезненный ответ. Ну да, ну да. Но не Китаем и Россией едиными. Вот это, уважаемые зрители, уже серьезно. Это критика со стороны мирового либерального сообщества, как слону дробина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Одна из основных примет международной политики в последнее время – то, что великие державы окончательно перестали скрывать глобальное геополитическое противостояние между собой. Не стало исключением и прошедшая неделя. 19 марта в городе Анкоридж на Аляске прошли переговоры между американской и китайской правительственными делегациями. Состав участников мероприятия был довольно представительным. С американской стороны госсекретарь Антони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, а с китайской – министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзэ Чи. Вполне в духе времени переговоры между основными геополитическими соперниками современности не задались с самого начала. Вот как пишет об этом американское издание «Политику». Цитата. «Первая встреча на высоком уровне между американскими и китайскими официальными лицами при администрации Байдена началась в четверг весьма холодно. Высокопоставленные американские дипломаты обвинили Китай в угрозе мировой стабильности, а китайские чиновники утверждали, что Америка является лицемерным нарушителем прав человека из-за плохого обращения со своими чернокожими гражданами». В данном случае американское издание сглаживает углы. Помимо угроз мировой стабильности, что довольно банально и часто озвучивается западными дипломатами в адрес конкурирующих государств, госсекретарь США Энтони Блинкен в своем вступительном слове прямо обвинил Китай в сознательном осуществлении геноцида уйгуров. Кроме того, он выразил недовольство действиями КНР в Гонконге, отношением Пекина к Тайваню и якобы имевшими место китайскими кибератаками на США. Реакция китайской стороны была довольно сдержанной и, по большому счету, ограничилась заявлениями о недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела КНР, выражением недовольства санкциями как недобросовестным методом конкурентной борьбы и обвинением США в подстрекательстве региональных держав к проведению антикитайской политики. Довольно характерны в этом плане слова члена китайской делегации на переговорах Ян Цзэ Чи, обращенные к американцам. Цитата. Вы злоупотребляете постулатами национальной безопасности, препятствуя нормальным торговым отношениям и подстрекаете некоторые другие страны к нападкам на Китай. Как видим, китайские дипломаты в ходе этой встречи были более привержены дипломатическому протоколу, чем их американские коллеги, скатившиеся до прямых оскорблений. Но чем же вызвано столь хамское поведение официальных лиц Госдепа? Судя по всему, основные его причины лежат в сфере внутренней политики. Администрация Джо Байдена истошно пытается остановить, а точнее вернуть давно ушедшее прекрасное мгновение однополярности мировой политики. Блинкен и другие чиновники Госдепа сознательно разговаривают с представителями других стран так, как будто США по-прежнему мировой жандарм. Особо примечательны здесь нравоучения относительно того, что Китаю делать с Гонконгом или Сен-Дзянем, по сути являющиеся попыткой вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства. Конечно, подобное поведение американских дипломатов и других должностных лиц нравится наиболее активным избирателям Байдена, а именно обуреваемым идеологией неолиберализма и глобального американского миссианства офисным хомячкам крупных мегаполисов. Им нравится думать, что на дворе по-прежнему тучный для Америки 2000 год, а их страна может непреклонно диктовать свою волю кому угодно. Проблема только в том, что мировосприятие избирателей американских демократов давно не соответствует реальности. И пытаясь вести себя с Китаем, Россией или даже ЕС так, как это было в эпоху глобального доминирования США, американские политики лишь плодят проблемы, которые в будущем рискуют стать костью в горле для них самих. Китай и Россия давно не те забитые страны на задворках мировой политики, которыми они были в 90-е. Теперь у них есть достаточно инструментов в политической, экономической и военной борьбе за свои интересы. Симптоматично, что в своих попытках создать видимость утраченного глобального доминирования, Соединенные Штаты втягивают в противостояние с Китаем и Россией своих европейских союзников и сателлитов. На уходящей неделе Европейский Союз, Великобритания, США и Канада одновременно ввели санкции против четырех китайских чиновников из-за нарушения прав уйгуров. Формулировки причин введения персональных ограничений выдержаны в духе американской компании обвинений Пекина в геноциде уйгуров. По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, обращение с уйгурами является самым массовым удержанием этнической и религиозной группы со времен Второй мировой войны. Ответ Китая не заставил себя долго ждать. Через два дня после введения европейских санкций на сайте МИД КНР появилось заявление следующего содержания. Цитата. Европейский Союз ввел односторонние санкции в отношении соответствующих китайских физических и юридических лиц 22 марта, сославшись на так называемые проблемы с правами человека в Синьцзяне. Этот шаг, основанный исключительно на лжи и дезинформации, игнорирует и искажает факты, грубо вмешивается во внутренние дела Китая, грубо нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения и серьезно подрывает отношения Китая и ЕС. Китайская сторона решает применить санкции к следующим десяти лицам и четырем организациям ЕС, которые серьезно вредят суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию. Далее прилагается список физлиц и организаций, среди которых Комитет по политике и безопасности Совета Европейского Союза, Подкомитет по правам человека Европейского парламента, Институт китайских исследований Меркатора в Германии и Фонд Альянса Демократии в Дании. Нетрудно заметить, что китайский ответ на европейские санкции гораздо более суров, чем могли ожидать европейцы. Данное обстоятельство вызвало в политических кругах и прессе ЕС форменную истерику в духе «А нас за что?». Вот, например, что заявил представитель МИД Германии Нильс Аннен. ЕС включил в санкционный список людей, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека. Запрет на въезд для парламентариев в качестве реакции – произвольное и непонятное решение. Ну да, ну да. Использовать мнимую заботу о правах человека как предлог для осуществления политического давления – это, по мнению европейцев, нормально. А давать за это по зубам, вводя запрет на въезд евродепутатов в Китай – это ни-ни. Вывод из этой истории для европейцев простой. Усидеть на двух стульях, прислуживая США и пытаясь выстраивать отношения с Китаем – невозможно. На американском поводке далеко не уйдешь, а за каждый выпад в адрес Китая, пусть даже формальный, будет прилетать болезненный ответ. Все более явная антикитайская и антироссийская политика Соединенных Штатов и Евросоюза, чем дальше, тем сильнее подталкивает Москву и Пекин к более тесному сотрудничеству в борьбе против общих геополитических противников. Очередным подтверждением этого факта стал визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай, прошедший с 22 по 23 марта. В ходе него российский министр сделал ряд важных заявлений, свидетельствующих об укреплении неформального альянса Москвы и Пекина. В частности, Лавров отметил, что связи между двумя странами переживают лучший период за всю историю двусторонних отношений. В феврале 2022 года исполнится 20 лет с момента вступления в силу договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и КНР. Пекин и Москва договорились об автоматическом продлении этого документа еще на пять лет до 2027 года. Кроме того, глава российского МИД упрекнул западные страны в попытках всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, в том числе путем игнорирования устава ООН и подмены его собственными правилами. Цитата. Ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство. Конечно, нам нужно мобилизовать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным. По мнению Сергея Лаврова, России и Китаю необходимо отказываться от использования международных платежных систем, которые контролируются Западом. Стоит начать разработку перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах альтернативных доллару. Российский министр иностранных дел также заявил, что укреплять самостоятельность особенно необходимо на фоне санкций США по отношению к обеим странам. Вот это, уважаемые зрители, уже серьезно. Фактически, Лавров не просто озвучил ряд дежурных фраз о необходимости укрепления сотрудничества и совместного препятствования попыткам США возродить мировую гегемонию, но и описал конкретные меры на этом пути. И заключаются они в постепенном отказе от доллара, а самое главное – от американских платежных систем. При достижении этой цели даже самые суровые американские санкции в виде отключения от платежных систем России и Китаю станут не страшны. Еще одно примечательное заявление Лаврова, сделанное во время визита в Китай, касается Евросоюза. Процитируем его. У Москвы нет отношений с Евросоюзом как организацией, они все были уничтожены Брюсселем. И пока на Западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче. В этом кратком заявлении заложено сразу несколько важных месседжей. Первый из них – то, что Москва не намерена вести содержательные переговоры с брюссельской бюрократией, так как последняя полностью легла под США и ни на что, кроме генерирования дипломатических скандалов с Россией и Китаем, не способна. Второй месседж заключается в том, что с правительствами отдельных европейских государств, в первую очередь, конечно, Германии и Франции, в Москве готовы договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве или совместном решении возникающих проблем. Если бы Лаврова спросили о примерах такого сотрудничества, он наверняка бы назвал «северный поток». И, наконец, третий месседж, приведенного выше заявления – постепенная переориентация России на более интенсивное экономическое сотрудничество с Китаем. Здесь стоит отметить, что с 2014 по 2020 год доля Китая в структуре внешней торговли России выросла в 1,7 раза, в то время как российская торговля с ЕС, напротив, сократилась. Заочно отвечая на заявление Лаврова в КНР, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жузеп Боррель заявил, что российская сторона все больше и больше отдаляется от Европейского Союза. И с этим заявлением нельзя не согласиться. Вышеописанные события в треугольнике «Китай, Россия, США» и их европейские союзники свидетельствуют о том, что следующие несколько лет неизбежно станут периодом усиления геополитической конфронтации. Вместе с тем, тенденция на снижение роли и влияния Соединенных Штатов в мире на фоне роста влияния Китая, России и ряда региональных держав остается неизменной. И если западные державы не перестанут выдавать желаемое за действительное, ведя себя так, как будто они по-прежнему безраздельно правят миром, кардинального поворота в этой тенденции не произойдет. Подробнее об американо-китайских отношениях и основном геополитическом противостоянии современности поговорим с политологом, экспертом Украинского института политики Андреем Тимченко. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Данил. Скажите, какие есть варианты развития этого противостояния в санкционном ключе? Возможно, Соединенные Штаты могут ввести какие-нибудь новые секторальные ограничения против Китая, торговые пошлины, помимо тех, что уже введены? И чем на это могут ответить китайцы? Эта вся ситуация вокруг Китая мне напоминает, знаете, я позволю себе, ситуацию с нефтяным эмбарго Японии в 1941 году. То есть эксперты полагают, что именно вот нефтяное эмбарго Японии в 1941 году в итоге спровоцировало Японию на Паралл-Харбор. То есть вот я, когда наблюдаю вот такие вот серии санкций против Китая, вот это мне напоминает ситуацию, когда Запад, будем говорить, ставит крест на Китае как на экономическом партнёре. Почему я так заявляю? Китай теряет своё преимущество, которое было у него там на протяжении 30 лет. Это дешёвая рабочая сила. Сейчас, на данный момент, стоимость рабочей силы Китая, она уже выше, чем в Мексике или во Вьетнаме. То есть в глобальном плане Китай больше не интересен. Вот даже если брать только вот параметр стоимости рабочей силы, Китай… Ну с точки зрения вывода производства туда. Да, да. То есть, ну я к чему говорю, что на Китае ставится крест. С ним уже больше не будут какие-то выстраивать отношения. Вот если… Ну чуть позже поговорим о соглашении между Китаем и Европейским Союзом. Вот как… Но вот это мне напоминает ситуацию, да. Ну то есть вы имеете в виду, что Китай уже не интересует вот те самые транснациональные капиталистические структуры в плане, ну места что ли, такой фабрики мира. Да, да. Единственным козырем у Китая пока что остаются редкоземельные металлы. Это правда. То есть вот на чем держится производство электроники, это действительно там Китай контролирует. Еще 10 лет назад он контролировал, по-моему, 97% всех мировых добычей редкоземельных металлов. Хотя вот американские компании, они пытаются наращивать собственное производство редкоземельных металлов. Вот буквально пару лет назад открыли новое месторождение в Техасе, в Западном Техасе. Хотя, ну честно признаться, пока США, они не могут удовлетворить свой спрос на редкоземельные металлы. Буквально где-то не более 20% они могут себе позволить. Ну то есть 80% или около того идет из Китая. Да, да. Получается, отсюда вытекает вопрос, могут ли китайцы ударить по американцам, что называется, перекрыв им поставки редкоземельных металлов. Это, пожалуй, остается на данный момент таким самым, на мой взгляд, эффективным способом, вот как контрсанкции, если так можно сказать. Но это одновременно и самый жесткий способ. Да, я все-таки, вот, фактор редкоземельных металлов, на мой взгляд, такой самый существенный в руках Китая. Вот. И вообще Китаю нужно как раз удерживаться от каких-то более решительных действий, потому что, на мой взгляд, как раз вот ритория, и санкции, и другие действия США, Европейского Союза, они как раз свидетельствуют о том, что они вынуждают Китая на более решительные действия. То есть они провоцируют, получается, китайцы. Ну хорошо, а вот отсюда возникает такой вопрос. Мы знаем, что проект нового шелкового пути, он по большому счету разрабатывался для того, чтобы заменить для китайских товаров американские рынки на европейские. Этот проект пока до конца не реализован, возникли определенные трудности. Каковы его перспективы в связи с тем, что Евросоюз занимает откровенно сторону США в этом глобальном противостоянии? На мой взгляд, вот в свете событий крайних санкций, вот по причине притеснения уйкуров, логика Евросоюза крайне непонятна, потому что если брать вот это соглашение об инвестициях, который, текст был согласован в декабре прошлого года, Китай, по сути, открывал свой рынок для европейских компаний. Причем на новых условиях, чего не было раньше, вот за что раньше Западу прикал Китай, что если западная компания хочет открывать производство на территории Китая, Китай вынуждает делиться технологиями. Вот новое соглашение, новый договор, он уже не ставит таких ограничений на европейские компании. То есть они могут, даже новый договор, он подразумевал, что европейцы могут открывать свои частные больницы на территории Китая, при этом не передавая технологии. Очень интересно. И теперь вот когда вот эти санкции в связи с уйгурами, то есть, ну, как говорится, Европейский Союз выстрелил себе в ногу. То есть вот мое мнение, что логики здесь нет. Ну, есть такая, скажем, тенденция, что в Китае склонны потреблять европейские товары чисто из имиджевых таких потребностей. Ну, например, там популярны европейские вина, просто как элемент культуры. Наверное, с европейской медициной то же самое, потому что, в принципе, в Китае медицина серьезная. Мы видели это во время пандемии коронавируса. Но, очевидно, есть вот такой какой-то, как в свое время в советском обществе был популярен, там, комплекс неполноценности или в определенном смысле преклонение перед Западом, что вот все товары, пришедшие оттуда, они обладают каким-то имиджевым флером таким. Ну, давайте все-таки напомним нашим зрителям, что еще 60 лет назад в Китае пережил страшный голод. Это было всего лишь 60 лет назад, что голод был такого масштаба, что даже, ну, я слышал, что были случаи каннибализма. То есть голод был страшной силой. То есть вы понимаете, да, что еще 60 лет назад был голод, потом где-то с 80-х годов Китай начал приглашать западные компании. То есть еще 30 лет назад Китай был очень бедной страной. И сами китайцы об этом честно прямо говорят, что, да, действительно, за последние 30 лет вот рост благосостояния Китая, он впечатляет. Но вот этот травм, будем говорить, психологический фактор, он тоже играет роль. Ну, то есть буквально, получается, там, по-моему, около месяца назад было заявлено о том, что Китай победил нищету. Да, они хвалят, что они построили так называемый средний класс в численности 300 миллионов человек. То есть, вот, как вы говорите, которые уже могут потреблять не просто товары, а уже статусные товары. То есть не просто автомобиль, а европейский автомобиль, там, немецкий автомобиль. Вот. Но, опять возвращаясь к началу разговора, что... Ну, откровенно говоря, Китай вот стал тем государством, которым он стал сейчас, потому что Запад ему позволил таким стать. Вот. Запад решил, то есть он... Вот пресловутые 300% выгоды, о которых говорил известный классик, в 80-х годах выгода от перенесения производства в Китай была настолько высока, что западные компании были готовы и передавать технологии, то есть они не видели в этом угрозы. Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, что... А, и, кстати, учитывая вот понятие золотого миллиарда, да, то есть, если брать для наших зрителей, что есть концепция золотого миллиарда, да, если население Земли, там, например, 7 миллиардов, только один из них может быть золотым. И вот Китай вплотную подошел к черте, где он теснит золотой миллиард Запада и пытается занять его место. А в самом Китае, извините меня, полтора миллиарда, так что... Но я к чему веду, что уже этап вот такого мирного сотрудничества с Китаем со стороны Запада закончился. Все. То есть его будут провоцировать... И я так себе позволю сказать, что, да, Запад попытается провоцировать Китаю на ответные действия. И чем жестче ответные действия Китая будут, тем выгоднее будет для Запада. То есть я в начале разговора упомянул Пэрл-Харбор. Вот. Это было бы идеальным вариантом для Запада. Вот тогда можно... Ну, то есть даже вплоть до горячей войны, но ведь это же ядерный конфликт может случиться. Или все-таки речь идет о каких-то более локальных конфликтах, ну, скажем, в Юго-Восточной Азии где-нибудь, возможно, война с Тайванем, с Вьетнамом за Южно-Китайское море, или что-то в этом роде, чтобы просто сковать силы Китая и подорвать его таким образом. Ну, большая часть экспертов говорит о рисках морской блокады. Потому что Китай, он ограничен... То есть его технически можно попытаться заблокировать, если взять вот этот поезд стран Япония. Ну, хотя с Филиппинами сейчас у Китая более-менее хорошее отношение, но Вьетнам... Тайвань, Южная Корея. Да, да. Ну, мое мнение, что не стоит Китаю отвечать, тем более какие-то жесткие мерами не стоит. Ну, мы видим, что, в принципе, Китай готовится, наверное, к такому сценарию развития событий, поскольку программа модернизации китайского флота, она принята и она реализуется семимильными шагами. По большому счету, вот этот риск морской блокады, о котором вы говорите, он будет нивелирован уже через 5-6 лет. Наверное. Вот поэтому Запад действует на упреждение. Вот, чтобы... То есть специально сейчас провоцируют по этой причине? Ну, хорошо. Есть еще такой фактор, как российско-китайское сотрудничество. Мы пока не можем называть это союзом, потому что он не формализован. Вот недавно Сергей Лавров был в Китае и, в общем-то, отправил китайцам ряд таких месседжей недвусмысленных о том, что нужно отказываться от западных платежных систем, нужно углублять сотрудничество. В принципе, и китайцы на это согласны. И Ван И, министр иностранных дел Китая, недавно заявлял о том, что нужно совместно с Россией бороться против цветных революций. То есть таких заявлений мы тоже раньше не слышали от китайской стороны. Насколько перспективен этот союз? Насколько Россия и Китай, как такие альтернативные западному полюса мировой политики, могут противостоять Соединенным Штатам и их союзникам? Я все-таки более скептичен в этом отношении, потому что, на мой взгляд, попытка форсировать интеграцию России и Китая в военном и экономическом плане может даже привести к расколу элит или не расколу, но серьезным противоречиям внутри элит, как Китая, так и России. Вот давайте представим, что мы с вами представители элит Китая, например. И у нас обоих, например, дети учатся в США, у них там недвижимость, у них там бизнес или в Великобритании. И вот когда понимаем, что, возможно, будут какие-то ответные санкции, и нам придется отказаться, то есть как-то… Ну, простите за такой приземленный пример, но вот мне кажется, что он позволит более четче понимать риски вот именно для элит Китая и России, что это не так просто. То есть если вот как в случае с санкциям относительно притеснений у игоров, опять-таки, как я сказал, то есть форсирование интеграции, оно может привести к серьезным напряжениям внутри элит, как России, так и Китая. То есть я в этом плане более скептик. Ну, я понимаю. То есть речь идет о тех представителях, наверное, российской в первую очередь элиты, китайцы этим вроде как меньше грешат, которые держат свои средства на Западе, капиталы там вкладываются во всевозможные компании, ну и семьи держат на Западе тоже. Ну вот даже есть документальные фильмы, где целые города в Калифорнии заселены китайскими миллионерами, куда они переселяют своих любовней, своих детей. Все-таки вот это сила маркетинга. Я слышал от некоторых граждан западных стран, что это действительно целенаправленное создание имиджа вот этих западных государств, когда это на уровне даже бессознательного, возможно, вот когда смыслом жизни становится вот такой вот культ потребления, культ такого статусного потребления. И особенно для человека, достигшего там определенного уровня власти и капиталов, то есть ему очень тяжело расстаться с этим образом, то есть имиджем вот этого статусного потребления, вот этой свободы, дарованной деньгами и властью. То есть от этого очень трудно отказаться, поэтому опять-таки возвращаясь к тезису, что попытка форсировать вот эту интеграцию России и Китая, она на самом деле может иметь очень серьезные последствия. Но не Китаем и Россией едиными. В последнее время против претензий западных либералов на мировое политическое и самое главное смысловое господство активно выступает Турция. 20 марта президент страны Реджеп Таип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции. Для тех, кто забыл, что это за документ, напомним. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием выступает для западных либералов и их собратьев по идеологии в целом ряде стран расширителем окна Овертона. Помимо мер по предотвращению разного рода насилия в отношении женщин, она имеет два крайне спорных положения. Первое из них определяет гендер не как биологический пол, а как социально сконструированную роль и модель поведения, что дает основания для создания искусственных гендеров путем легализации разного рода извращений и их публичной пропаганды. Второе положение предусматривает наказание за так называемый харрасмент. Четкого определения данного термина не существует. По идее, под ним должно подразумеваться сексуальное насилие, что, разумеется, недопустимо и должно караться по закону. Но проблема в том, что в США и некоторых странах Западной Европы понятие харрасмента трактуется максимально широко, вплоть до того, что неудачный комплимент могут счесть за домогательство и засадить за него в тюрьму или выписать космических размеров штраф. Пользуясь этими двумя лазейками, либералы используют Стамбульскую конвенцию как основание для легализации пропаганды гомосексуализма и радикального феминизма в разных странах, продвигая таким образом разрушение традиционных семейных ценностей. При этом всякого, кто осмеливается критиковать Стамбульскую конвенцию, они клеймят женоненавистникам. Учитывая вышеизложенное, а также зная, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган позиционирует себя как наследник традиций Османской империи и ревнитель мусульманской веры, нетрудно понять причины выхода Турции из Стамбульской конвенции. В обнародованном 21 марта заявлении Управления по связям с общественностью президента Турции они описаны достаточно исчерпывающе. Цитата. Турция 20 марта в одностороннем порядке вышла из Стамбульской конвенции. Как известно, Турция первой подписала конвенцию, продемонстрировав твердую приверженность в защите статуса женщин в обществе и борьбе с любым насилием в отношении их. Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти. Помимо этого, в заявлении сказано, что шесть членов ЕС, Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Польша также предприняла шаги по выходу из конвенции, сославшись на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу. Стоит отметить, что все это правда. Стамбульская конвенция действительно вызывает, мягко говоря, неодобрительную реакцию в преимущественно консервативных странах Восточной Европы. Само собой, решение Турции денонсировать документ, дающий либералам почву для разрушения семейных ценностей, не могло не вызвать критики со стороны стран, победившего либерализма и местных феминисток. Так, американское агентство CNN в своей статье о выходе Анкары из Стамбульской конвенции написало «Этот шаг вызвал волны шока в стране, страдающей от громких дел о домашнем насилии и убийствах женщин». Американская либеральная пресса в своем официальном заявлении вторит и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Цитата. «Выход из конвенции лишит Турцию и турецких женщин жизненно важного инструмента для борьбы с насилием. Мы призываем Турцию не ослаблять международную систему защиты женщин от насилия, учрежденную Стамбульской конвенцией». Обратите внимание, как ловко либералы подменяют понятия. Когда им нужно продвигать в обществах преимущественно консервативных стран свои так называемые ценности, заключающиеся в моральном развожении, они используют Стамбульскую конвенцию именно для этого, забывая о защите женщин от реального насилия. Но когда какая-то из стран выходит из конвенции, тут же раздается истерика с призывами в нее вернуться, иначе женщины будут страдать от насилия. В общем, типичное либеральное лицемерие. На жителей Турции оно особого впечатления не произвело, если не считать попыток турецких феминисток устроить кастрюльный протест в Стамбуле. В ходе этой грандиозной акции неповиновения от нескольких сотен до нескольких тысяч женщин на протяжении некоторого времени гремели кастрюлями, не выходя из своих квартир. Вот уж воистину, протест достойный настоящих феминисток, столь активно агитирующих против привязывания женщины к кухне. Однако Эрдогану и большинству турецкого общества, которое его поддерживает, это критика со стороны мирового либерального сообщества, как слону дробина. Будучи человеком неглупым и проницательным, он четко уловил господствующий в мировой политике тренд на деглобализацию, возрождение традиционных ценностей, культур и политических традиций. Подробнее о том, почему Турция вышла из Стамбульской конвенции, а также о ее внешней политике и курсе на все большую независимость от глобалистских структур, поговорим с основателем портала «Дипломатические комментарии» Ауракхам Рамданом. Здравствуйте, господин Рамдан. Добрый день. Скажите, пожалуйста, в чем еще может проявиться этот курс в будущем? Из каких, возможно, еще международных договоров и организаций может выйти Турция? И как она будет дальше продвигать эту свою политику? Так, я вам благодарен за приглашение. Естественно, выход Турции, я не говорю «Ардегана», потому что это государство, приходится его институциями этой конвенции, которая, кстати, была и подписана в Стамбуле, в той же Турции. Вот как раз там, где родилась, там ее начали, как говорится, разбирать. Это связано с тем, что курс Радегана связан с тем, что он хочет усилить свои суверенные позиции, усилить свою позицию политическую при дверях президентских президентских выборов, потому что он в 23-м году тоже будет себя пробовать в качестве кандидата. И он усиливает свои электоральные позиции, с одной стороны. С другой стороны, он как наследник, как вы сказали, Османской империи, и он ратует за исламские ценности. Эта конвенция, она, по сути, противоречит именно этим ценностям, традиционным ценностям, которые исповедует, я бы сказал, турецкая семья, исламская семья, которые за те позиции у наследованной истории, они противоречит. Потому как если вот название вот этой конвенции, оно красиво, как в бьёртке такой вот, против насилия женщины, но там есть подводные камни, именно в тексте, который юристы, наверное, Ардугана и турки, они неплохие юристы, у них за плечами многовековая история, вот. Они усмотрели в этом усиление позиции женщины в очень надмерной... Ну, как бы феминизм такой, агрессивный. Да, идет к феминизму. Это, кстати, пахнет одной полой культурой, которая идет в разрез традициям. И даже я посмотрел передачи турецкие, и даже женщины, министр, кстати, вот труда и, наверное, социальной политики, они выступали за то, чтобы выйти из этой конвенции, поскольку эта конвенция, она противоречит именно традиционным ценностям турецкого общества. А как вот вообще относятся рядовые граждане Турции? Они поддерживают такое решение или же они скорее против? Я видел какой-то протест в Стамбуле, когда, значит, всевозможные феминистки, там, сидя по своим квартирам, стучали по кастрюлям, вот. И таким образом якобы протестовали против выхода из этой конвенции. Ну, а большинство населения... Я вам скажу, большинство населения, это традиционные ценности, они исповедуют, конечно, они за позицию, за выбор Ордогана. Вот то, что показывают нам по телевизору, по интернету, это, скорее всего, я бы сказал, бенефициар грантов каких-то международных, те, которые связаны с ЛГБТ-культурой. Почему, кстати, если посмотрите хорошо кадры, увидите даже вот этот флаг, много такой, с определенной гаммой, да, такой, ну, вы понимаете о чем. И поэтому в этом плане они связаны с международными организациями, они заинтересованы материально, потому что это их работа, потому что это не кредо у них там призвание, что они за эту систему ценностей. Они просто зарабатывают на том, что они излагают вот такие мысли. Они интегрированы в глобократию мировую. Кстати, сейчас Байден, он именно продвигает это направление, он является представителем глобократии и глобальных этих тенденций, транснациональных монстров, которые используют США как раз как законодательное поле. Они там прописаны в США, но они не представляют интересы США, традиционных, скажем, американских семей. Тоже, кстати, вот США, там Великобритания, там мощные государства, они вообще в эту систему, в эту конвенцию они не входили. Во-первых, им не нужны надсмотрщики, почему? Потому что это наднациональные структуры, которые ущемляют суверенитет этих стран. Они против. В этом плане Ардоган тоже исходит из этой позиции. Отвечая на ваш вопрос, будет ли выходить Ардоган с каких-то других? Я думаю, что из НАТО он пока не усилит свои позиции военные, он не выйдет. Ему выгодно быть членом НАТО. Это хорошая дубинка, которая ими шантажирует, и торгует, кстати, будучи членом НАТО. Это хорошо. Торгует и с США, и со своими партнерами. Это очень хорошая позиция. Естественно, он не выйдет из организации исламского сотрудничества, это понятно, потому что Турция – это исламское государство. Ну, я вижу, что… Я вам скажу так, потому что наша аудитория, она думающая аудитория, я это видел по комментариям, усилит позиции по ценностям, ценностям вот это оружие. США не боятся того, у кого есть ядерное оружие или арсенал большой, они боятся тех лидеров, тех государств, там, где ценности очень твердые и традиции серьезные. Почему? Потому что с таким обществом вы не можете. Ну, как бы его нельзя подорвать изнутри. Изнутри. Ну, скажем, Советский Союз – это мощнейшее государство с ядерным арсеналом, с водородными бомбами, плотонными, урановыми бомбами. Но система ценностей, она расшатана, пошел диссонанс. Поэтому в этом плане было очень легко спецслужбам, как британским и американским, подорвать изнутри. Усилить центробежные националистические или национальные силы. Вот поэтому разорвали его изнутри. Но когда ценности – это как клей, который склеивает общество. Поэтому в этом плане семья – это клетка, да, как мы говорим, общество. Нельзя входить туда, где там, в ядро, и начинать там манипуляции. Нельзя. Вот ценности, так называемые европейские, они вот прийти на то, что через мембрану туда, где вырабатывают белок и так далее, начинают там заниматься, говориться своими манипулятивными вопросами. Нельзя этого не допустить. Нельзя. Это, кстати, относится не только к Турции, относится к ряду других государств, в том числе и в Восточной Европе, и к Украине. Вот это очень важный тезис, на мой взгляд, господин Рамдан, о том, что либеральная идеология, она направлена по большому-то счету на разрушение семьи, но не просто так, а с целью в итоге разрушения общества и подчинения его неким транснациональным корпорациям, концернам и так далее. В этом контексте я хотел задать такой вопрос. Мы видим, конечно, что в Штатах пришли к власти такие самые либеральные из всех возможных либеральных сил, но тем не менее в остальном мире тенденция, строго говоря, обратная. И в Восточной Европе, и в той же Турции, в России, на Ближнем Востоке, конечно, само собой, и в Китае развиваются наоборот альтернативные такие ценности, традиционные ценности, консервативные для тех обществ, в которых они присутствуют. Ну, в Польше мы видели протесты против абортов, там, допустим, даже не протесты против абортов, а запрет абортов, а либералы там протестовали наоборот за них. Да, но все равно противостояние идет. В России внесли, значит, в Конституцию слово «Бог», чего раньше не было, это тоже такой традиционный момент. Теперь вот в Турции то, что мы видим. Как дальше будет развиваться вот это глобальное противостояние либерализма против консерватизма? То есть либеральных идей против консервативных. И зачем будущее? Я только что привел пример клетки в организме, да. Там, где внутри мембраны, там идет основнее, это генетический код, унаследование на протяжении эволюции. За программным вселенским разумом, как можно сказать, нельзя его нарушать. Там есть алгоритм, который действует, который управляет нашим будущим. Это и вселенный, будь то в материальном ее аспекте, либо в духовно-информационном, так нельзя. А то, что касается остальной, это система управления, так как менеджмент. Как раз транснациональные тенденции – это система менеджмента. И они хотят войти туда и перепрограммировать тот алгоритм, который создан Богом, в интерес, я бы сказал, сатане. Кстати, вот эти библейские уже моменты, они проявляются. Вот, скажем, зла и добра и так далее. Более того, есть такая идея на Западе даже трансгуманизм, что нужно, вот якобы человеческий организм, он несовершенен, и нужно его улучшить при помощи каких-то компьютерных технологий или чего-то еще технического такого. Вот, и потом в этом плане то, что мы видим сейчас, тенденции подчинить себе национальные государства, традиционные системы ценностей, общим, глобальным, я бы сказал, так отформатированным, таким меркантильным, бездушным материям или матрицам, это вот идет сейчас, вот это противостояние, и он проявляет везде. Вот я не хочу говорить, потому что есть кодекс, нельзя говорить на передачах, чтобы не было претензий со стороны глобальных структур цензуры, но то, что мы видим, это и новшество сейчас, они как раз легли в канву того, что мы с вами только говорили, но если общество исповедует ценности, и он идет по алгоритму Божьему, то ни одна глобократия не может все это противостоять. Потому Турция в лице Эрдогана, она опасна транслянской компанией не тем, что она, скажем, усиливает свои войны, свои войны потенциально, но в том плане, что она усиливает позиции своих ценностей. Вот тут угроза. Вот почему-то вышли так называемые протесты представителей, как говорится, транслянских компаний, грантовых структур. И это, кстати, как раз они вот скакали вот этой женщине, если вы видите вот такую. Кстати, мне напоминают какие-то моменты из истории одного государства. Тем временем, даже в оплоте либерализма в Соединенных Штатах Америки местные консерваторы не сдаются, готовясь взять решительный реванш в медиасфере. 21 марта советник экс-президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер сообщил телеканалу Fox News, что бывший президент через 2-3 месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе. По словам советника, это будет крупная социальная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей. Подробности о платформе, где Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл. На следующий день намерение запустить социальную сеть для своих сторонников подтвердил и сам Дональд Трамп. Он заявил, цитата, «Я делаю то, что касается запуска нашей собственной платформы, о которой вы скоро услышите». Из приведенных новостей становится понятно, что соратники Трампа решили запустить в США проект альтернативной либеральному мейнстриму социальной сети. Необходимость в таком ресурсе назрела давно, так как руководство крупнейших социальных медиа, включая Facebook, Twitter и ряд других, плотно срослось с демократической партией и начало проводить на своих платформах цензуру по идеологическому признаку. В конце концов, дело дошло до того, что после прошедших недавно президентских выборов либеральные соцсети удалили аккаунты самого Трампа и множество его сторонников за попытки поставить под сомнение итог волеизъявления. В американских социальных медиа утвердилась так называемая cancel culture, подразумевающая возможность блокировать любого, кто не согласен с мнением демократов, прогрессивистов, воинствующих леваков и прочих адептов превращения США в увеличенную копию Содома и Гаморы, проводящую к тому же агрессивную внешнюю политику. С появлением своей соцсети американские консерваторы, как из рядов республиканской партии, так и не входящие в нее, существенно укрепят свои позиции, получив возможность оперативно доносить нужную информацию и политическую агитацию до своих сторонников. Причем этот ресурс станет идеологически монолитным, исторгая всякого, кто попытается продвигать там либеральную повестку. Таким образом, если Трампу удастся перетащить консервативную часть электората из традиционных соцсетей в свою новую, то он обеспечит себе стойкую и практически неуязвимую для агитации политических конкурентов электоральную поддержку. А на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на канале КРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok